Всем привет! Добро пожаловать на эфир! У нас прошёл праздник Шавуот, праздник, когда мы получили нашу Тору, дарование Торы, и дай бог, что у нас всё получилось, мы получили нашу Тору, и дальше примем на себя решение вместе с Торой идти по жизни. А вместе с Торой идти по жизни — это значит работать над собой, становиться лучше, работать над своими качествами, над своими действиями, да, и улучшать этот мир, понимать, что от нас тоже зависит улучшение этого мира. Это и есть идти по Торе. Улучшать этот мир, знать, что в наших руках очень-очень многое. Всем-всем шалом! Я вижу, все уже подключаются, шалом! Так вот, я хотела нашу сегодняшнюю с вами встречу посвятить снам. Почему? Не поверите, вот в Шавуот мы все знаем, что принято в ночь Шавуота не спать, принято изучать Тору. Так вот, у нас Шавуот мы закончили нашу трапезу, мы с мужем чуть-чуть сели, поучились, вот, и то, поскольку у меня маленький ребенок, я готовила на праздник, я была очень уставшая, я решила, что они, ну, и женщин это не касается, да, я решила, что я пойду посплю, а муж тем временем пошел к другу учить Тору, чтобы действительно всю ночь не спать и учить Тору. И я просыпаюсь среди ночи, я просыпаюсь где-то около пяти утра, все в холодном поту, мне так страшно, мне приснился очень ужасный сон, такой, который, ну, он, мне было реально страшно, мне никогда не было так страшно, это сон, который, ну, даже врагу не пожелаю, чтобы такое приснилось. И вот, и мне приснился этот ужасный сон, я просыпаюсь в пять утра, вижу, малыш спит, все, иду по квартире искать мужа, надо ему сказать, что мне страшно, чтобы он мне помог, спас меня от этого сна, да, вот, и, значит, иду, я захожу в детскую, мужа нет, захожу в салон, мужа нет, нет, и балкон настежь открыт, все окна настежь открыты, ветер, темно, ночь, и мне так страшно, и мне снится этот сон. А муж, он просто был у друга, они учились всю ночь, и, в общем, он вернулся немножко позже. И вот, я осталась одна на один, один на один с этим сном, я села вот так на кровать, помолилась, и сидела, взяла сына к себе в кровать, в общем, вот так мне приснился ужасный сон. И поскольку эта тема для меня оказалась актуальной, я решила разобраться, почитать об этом, поучить, да, что же такое сон, да, почему нам снятся те или иные сны, почему иногда нам снится что-то хорошее, что-то плохое, бывают ли вещи и сны, да, эта тема, она для всех будет интересной, я так считаю. И я вижу, уже многие подключились, все уже пишут здесь, всем-всем шалом, всем добрый день, шалом, хорошей недели, спасибо большое, что вы делили время и подключились к нашему эфиру. Так вот, про сон. Мне приснился ужасный сон, и я решила поучить на эту тему. Итак, во-первых, в иудаизме сон — это считается одна шестидесятая смерти или одна шестидесятая пророчества, по-разному, по-разному трактуют. И действительно, когда мы спим, наше подсознание, оно отключено, да, уже мозг не может контролировать сердце, мы уже не можем реагировать, да, на какие-то вещи, мы не можем осознанно что-то говорить, да, и, в общем, мы не можем функционировать так, как если мы не спим. То есть полностью наша физическая сущность, она отключена, грубо говоря, от этого мира, да, но при этом мы можем слушать там какие-то посторонние звуки, нам могут мешать, да, это да, но в это время она бодрствует наша душа. И сказано, что такие наши подсознания, оно перерабатывает всю-всю информацию, полученную за день. Как понять? Можно понять на таком примере, что однажды император обратился к великому мудрецу Шмулю с вопросом, ну, ты говоришь, что ты можешь мне предсказать любой сон, а скажи, пожалуйста, что мне сегодня... А, ты такой великий мудрец, скажи мне, пожалуйста, что мне приснится сегодня ночью? И мудрец не растерялся, он ему говорит, тебе приснится, что ты будешь своим золотым скипетром копать червяков из земли. И этот сон, ну, и эти слова мудреца, они настолько его впечатлили, что он весь день думал об этом, он думал, как я своим золотым скипетром в грязную землю копать червяков, да как мне такое может присниться? И он из-за того, что это для него было, ну, что-то ужасное, он об этом думал целый день. И как вы думаете, что ему приснилось? Ему приснилось, как он своим золотым скипетром копает червяков, да? То есть этим рассказом мудрецы говорят, что да, человеку снится то, что он думает целый день, но это не только то, что он, ну, там, думает, да, иногда это то, что он принял какую-то информацию там и отложил ее, да, потому что мы сейчас живем в такое время, когда у нас очень много новостей, плохих новостей, очень много стрессов, очень много хлопот, переживаний, забот, да, мы беспокоимся об этом, а работа, а дом, а быт, а семья, а успеть помолиться, а то, да, в нас очень много, очень много сидит. И иногда даже, когда мы получаем какую-то информацию, то мы ее, как бы, неосознанно, да, откладываем. И она, или, там, думаем, да, переживаем, или отталкиваем эти мысли. И это нам, таки, да, может присниться во сне. Это то, что мы думаем за день. Но понятное дело, что там это может присниться не так прям точь-в-точь, как мы думаем. Это может быть немножко в искаженном варианте, да, вот как у меня это было в ужасном варианте. Хотя вот я сейчас анализирую свой сон, что, да, я думала об этой вещи, об этой, и как-то мозг еще добавил, видимо, какие-то мои переживания, и оно все вот так вот, вот так вот насобиралось комком таким, да. Так вот, мы идем дальше. Мы уже поняли, что сон, в основном, это то, что человек себе надумывает, да. Теперь, вещи и сны. Раньше в поколении великих мудрецов, да, в те поколения, когда жил Авраам, Ицхак, Яков, были вещи и сны, да, потому что во сне сказано, что праведники, они во сне общались с Богом, да, тогда были вещи и сны. Но в наше время, говорит наш Реба, что вещей снов не бывает в основном, да, это только, бывает, не бывает вещей снов. Но, что да, может сделать сон вещим, это когда, прошу прощения, малыш, что такое, мэга, дитма. Но, что такое, но что такое вещий сон, как мы можем сделать сон вещим, как? Сказано очень-очень-очень аккуратно, рассказывайте свои сны кому-то. Почему? Потому что то, как человек вам растрактует ваш сон, имеет огромное-огромное влияние, да. То есть, например, мне приснили, например, история. К одному трактователю снов пришли два друга, и у них был один и тот же сон, у них приснилась им одинаковый сон. Но прием к этому трактователю сну, он стоил денег. И у одного было чуть больше денег, а у другого чуть меньше денег, да. И когда к нему пришел тот, у которого чуть больше денег, так он ему сказал, о, тебе приснилось, это что-то хорошее, у тебя будет успех в бизнесе, у тебя все будут здоровы. И, значит, очень классно ему растрактовал его сон. А тут у кого было поменьше денег, трактовщик ему говорит, ой, я вижу, что ты там, у тебя будет убыток, ой, я вижу, у тебя будет то-то, да. То есть, он ему растрактовал очень ужасные вещи, и действительно, он там потерпел убыток, и тот, кому он растрактовал сон за деньги хорошие, да, хорошо растрактовал, у него действительно был успех. А тому, у кого он за меньше денег растрактовал, у него действительно, там были потери в бизнесе и так далее. И этим примером мы видим, что так как человек может растрактовать этот сон, так этот сон будет влиять и действовать. Да, почему? Потому что человек, когда ему что-то говоришь, говоришь, он начинает об этом думать, он это верит, да, он это накручивает, а это действительно сбывается, поэтому нас предупреждает Тора, нужно очень-очень внимательно выбирать людей, кому говорить о своём сне, потому что, когда, не дай Бог, мы говорим свой сон, который безобидный сон, да, а нам его трактуют, не дай Бог, ссы, опасно, ну, опасно как-то плохо, ой, это, наверное, там что-то плохое, да, мы это действительно воспринимаем, и это действительно может так сбыться, поэтому, или если вы собираетесь, например, рассказать своему ближнему, скажите ему, что помоги мне растрактовать сон хорошо, да, предупредите его об этом, расскажите, что вам важно поделиться, но желательно не рассказывать сны, потому что сны, они подобны посланию, да, и если ты их никому не рассказал, это как будто бы ты не прочёл это послание, да, не дай Бог, вот, и итак, если сон тревожит, например, если мне приснился ужасный-ужасный сон, и он мне не даёт покоя, я знаю, что это ничего не значит, я знаю, и мне его растрактовали хорошо, а он меня тревожит, 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 что делать? В синагоге во время благословения коэнов, когда коэны благословляют, в конце их благословения есть отрывок, который принято читать, чтобы аннулировать свой сон, я точно не помню, как он называется, но там примерно говорится так, владыка мира, я твой, я твой, и сны мои от тебя, и если я видел дурной сон, то, пожалуйста, помоги мне избавиться от него, я точно не помню, но там суть такая, что всевышний владыка мира, я твой, и сны от тебя, пожалуйста, очисти и убери там эти плохие мысли, да, и нужно это сказать. Теперь, если нет благословения коэнов, то это делается при трёх свидетелях, желательно, чтобы это были, да, раввины какие-то в синагоге, но это я говорю, это если сон вот прям действительно тревожит. Меня мой сон тревожил два дня, и вроде сейчас уже нормально, поэтому я не буду так делать, но когда без ратошем в ближайшее время я буду в синагоге, и будет молитва, и будет благословение коэнов, то в конце этого благословения я всё-таки скажу эту молитву, я всегда её говорю, а, и там ещё говорится, или кому-то, если я приснился, да, и так далее, вот. И в конце нашей с вами сегодняшней встречи я хочу ещё сказать две вещи, одну историю и вторую сравнение. Итак, история о том, что один великий раввин из Нижицка, в общем, не буду не буду приукрашать эту историю, один раввин, он был настолько великим учёным, он настолько любил Всевышнего, любил учить Тору, что он не разрешал себе спать. Как у него это получалось? Он спал только сидя, и то, если он погружался прям в сильный-сильный сон, он под свои руки ставил свечу, если, как только он отключался, ему жгло руки, да, и он сразу просыпался, и таким образом он такой, так, не спать надо учиться, не спать надо учиться. Однажды к нему приехал Раби Элизер из Лижанска, в общем, тоже великий мудрец, погостить на какой-то праздник. Он, нет, это был не праздник, потому что свеча горела, в общем, погостить. И он увидел, и он, когда зашёл в комнату, он увидел, что тот нормально не спит, что тот вот так и сразу просыпается, и что тогда он сделал? Он потушил свечку, переложил его на кровать, закрыл окно и оставил его поспать. И, и что вы думаете было? Как ни странно, наш этот великий мудрец, он проснулся утром такой бодрый, такой почувствовал, что он выспался, что ему так хорошо, он в таком приподнятом настроении, пошёл в синагогу, он был хазаном, да, тем, кто проводил молитву, и все почувствовали, что какая-то особая молитва, и напевы, да, и после этой молитвы наш великий мудрец подошёл к рабе Лезеру, который помог ему поспать, и он ему говорит, теперь я понял, что даже спать нужно смысл, а нужно для того, чтобы служить Всевышнему, да, что мы не должны говорить, нет, я не буду это делать, потому что этим я не учу Тору, этим я не делаю что-то хорошо, нет, я должен спать для того, чтобы служить Всевышнему, для того, чтобы быть ещё более, мотивированным, чтобы быть ещё более полезным для Всевышнего, да, я должен поспать, и таким образом я служу Всевышнему, это не только выполнять заповеди, это даже какие-то маленькие вещи делать для Всевышнего, и он, когда нормально поспал, он понял, что я более продуктивный, значит, надо, поэтому, те, кто любит поспать, это нормально, нормально поспать для Всевышнего, и последнее, что я ещё хочу сказать, что сон, мы уже вначале говорили, да, это когда глаза закрыты, ты не понимаешь, ты не видишь, да, что происходит вокруг, и наше Галут, изгнание, вот этот мир, в котором мы живём, у нас как будто бы, оно приравнивается тоже ко сну, потому что мы не видим Ашема, да, мы его не видим, нам иногда, мы сомневаемся, да, а где он, а как я могу его увидеть, а как я могу понять, постичь, и мы можем просыпаться вместе с Торой, попытаться, да, постигать Всевышнего, учиться, Тора это не только инструкция, Тора это то, как быть человеком, как улучшать этот мир, да, как быть полезным, и так далее, вот, вот такой у нас сегодня был эфир, я рада, что для кого-то это был полезный эфир, я очень-очень рада, вот, и спасибо большое вам, каждому, кто нашёл время, вместе с нами поучиться, всем хорошего вечера, и только хороших-хороших снов, пусть всем будет в радости, пусть мы будем служить Всевышнему в радости, в благословениях, и слушать друг от друга только хорошие новости, пока-пока, спасибо всем большое, что за счет. это у stuck, Баж Ac�, хи, под которые, вот, сзади,